Девушки отдыхают Я думаю, стоит сказать о том, что идея создания проекта «Алена М» возникла у меня еще со школьной скамьи. Это был, чтобы не соврать, класс 6-7, наверное. Я, по сути своей, очень целеустремленный человек. И я вынашивала эту идею очень долго. Я никому о ней не говорила. Это было моим огромным-огромным секретом. И я очень многие годы ее просто вынашивала. Я рассматривала всевозможные пути, как это можно реализовать, как это можно создать, как можно выкрутиться. И когда я уже поступила и начала заниматься совершенно другой, абсолютно другой сферой деятельности, то есть, скажем так, я будущий юрист, и проучившись два года, я поняла, что вот этот вот этап, когда я должна начать. То есть, я должна сделать вот этот вот шаг вперед, колоссальный шаг, огромный вперед. И, собственно говоря, я его сделала. И если говорить об «Алена М», то здесь вы не найдете размерной сетки. Здесь исключительно индивидуальный пошив. И когда я разрабатывала концепцию, я отталкивалась с позиции того, что каждый человек – это индивидуальность прежде всего. Каждая девочка, она прекрасна, она особенна. И вот эти вот особенности фигуры, все прелести каждой девочки, их нужно обязательно подчеркивать. И, конечно же, что еще очень важно, то, что я хотела сбалансировать, сделать какой-то баланс между внешним и внутренним. Модели, которые я создаю, да, вот я создаю эскизы, разрабатываю модель, она может не повториться дважды. Вы придерживаетесь каких-то общих мировых тенденций моды или все-таки, ну, вот творите просто то, что вам нравится? Скажу, что я творю то, что нравится мне. Я творю то, как я это вижу и как я это чувствую прежде всего. И вот эта вот, скажем так, чуечка, которую я называю, да, я всегда попадаю точно в цель. Вот именно конкретно данное платье, да, оно создано из шелка, эскада и французского кружева, я создавала его специально для себя и под себя. Но все-таки планируете ли создать какую-то целостную коллекцию, которую, возможно, будет логично показать на каком-то подиуме, возможно, Харькова, возможно, других городов? Относительно этого, вот сейчас я работаю над созданием коллекции, которая будет представлена, как я планирую, в ноябре, скорее всего, в журнале «Глянец», да, там будет фэшн-шоу, на котором меня пригласили принять в нем участие. И я бы безумно хотела это сделать, соответственно, я сейчас занимаюсь именно созданием коллекции.